Здравствуйте! Нам сегодня повезло в программе «Такие дела» культовый писатель, чьи книги переведены на 20 языков мира. По чьим сценариям и произведениям сняты художественные фильмы? Он хорошо известен книгоманам России. Это Эрнанд Лу, автор знаменитых романов, ставших бестселлерами, во власти женщина наивно супер, лучшая страна в мире, Доплер, истории для детей про Курта и многое-многое другое. Не знаю, приехал бы Эрнанд Лу когда-нибудь в Архангельск, если бы не международный культурный фестиваль «Птица Баренц». Здравствуйте, Эрнанд! Мы рады вас приветствовать. Ну, наверное, снегом вас не удивишь. А вот сейчас в Норвегии как? Такие же сугробы? Ну, на самом деле, Норвегия такая длинная, протяженная страна. Я непосредственно живу на юге Норвегии, в Осло, и у нас уже в течение нескольких дней температура ниже нуля, но, тем не менее, снега у нас еще нет. Знаете, вас хорошо знают в России. Я думаю, что в Архангельске очень много поклонников. Вот раскупили буквально ваши книги в магазине, еле купили. Немножко о себе расскажите. Вот биография, наверное, все-таки плохо знакома. Ну, я сам родом из города Тронхейма. Мне сейчас 46 лет. По образованию я сценарист. Я написал 11 романов и также несколько детских книг. Что касается семейного положения, то я женат и у меня трое детей. А вот откуда это тяга к писательству, к литературе? Ну, на самом деле, я очень рано начал интересоваться книгами и еще в детстве читал очень много разных книг. Я был единственным ребенком в семье до 8 лет. И моя мама и папа, они очень много читали мне книг. И, наверное, это все идет оттуда, из детства. Вы во всех своих интервью говорите, что герои ваших книг и вы — это совершенно разные люди. Да, я никогда не писал в своих книгах конкретно напрямую о себе. Но, тем не менее, многие из моих персонажей имеют черты меня самого. То есть, либо думают так же, как я, либо имеют такое же отношение к жизни, как и у меня. В 96-м году вышла ваша книга, ставшая культовой, наивно супер. 25-летний герой, я просто напоминаю, ищет себя в этой жизни, составляет список своих приоритетов. Роман, конечно, полон иронии, такой прелестного юмора. И о самых серьезных вещах вы говорите таким нарочито простым языком. А вот как, на ваш взгляд, сейчас, в 21-м веке, он также востребован молодежью? Ну, я думаю, что данный роман никогда не потеряет своей актуальности, потому что этот роман описывает молодого человека, его жизненный поиск, его попытки в самоопределении, определить, что является важным, что ему необходимо взять дальше в свою жизнь из детства. То есть, пытается определиться, найти какую-то свою идентичность. И мне кажется, это будет актуально, независимо от того, какой на дворе сейчас год, 2015 или 1815. Наивно супер. Прошло две недели, я так и сижу в квартире брата, раз в день выхожу купить какой-нибудь еды. Если приходит почта, вскрываю конверты и пересылаю письма брату по факсу. Вот я зачитала немножко из этого романа. Такие простые слова, обычный разговорный язык, простой герой, размышления человека, не желающего взрослеть. Вот этот инфантилизм, он присущ молодежи сегодня, хотя вы говорили о поиске смысла. Однако же сейчас поколение совсем такое же или другое? И сейчас же совсем другой поток информации? Ну, прежде всего, я хотел бы на этот вопрос ответить следующее, что несмотря на то, что книга написана таким простым языком, тем не менее, за этими простыми конструкциями, практически за каждым предложением, лежит некий двойной смысл. И я знаю из общения с переводчиком, что они тоже видят этот двойной смысл и передают его в своих книгах. Ну, и что касается инфантильной или современной молодежи, то тут нужно, наверное, прежде всего говорить о том, что молодежь в 20-25-летнем возрасте, они продолжают искать себя, и вот этот процесс не всегда заканчивается на этом возрастном рубеже. Ну, и этот роман, он был написан в середине 90-х годов. Это то время, когда во всей Европе было такое ощущение, что настал конец всей истории, что вроде бы все есть, больше не к чему стремиться. И позволялось, скажем так, играть, заниматься ничего не деланием. И любая деятельность не вела за собой каких-либо последствий. На данный момент, мне кажется, что ситуация изменилась, что сейчас, скажем так, жить в обществе более опасно, и воспринимается в целом общество более серьезно. Но, тем не менее, мне кажется, что когда человек встречается с какими-то серьезными событиями, если их попытаться перевернуть на другую сторону, попытаться иронизировать вот эту ситуацию, то эти серьезные события, их гораздо легче тогда пережить. Это все еще... Ну вот если инфантилизм рассматривать с этой точки зрения... Вы уверены, что каждый читатель поймет за этой простотой глубину, увидит? Или же вот здесь нет ли здесь опасности, что вот это перерастет этот простой язык, такое простое, нарочито примитивное изложение, какой-то примитивизм сознания, сознание потребления? Ну, тут я не чувствую своей ответственности, потому что мы, автор не может, и писатель не может отвечать за то, что представляет и как поймет читатель непосредственно его книгу. Тем более, когда мы говорим еще о переводной какой-то книге, то тут тоже я не несу никакой ответственности, и, возможно, какие-то мелкие детали, они будут утеряны. То есть я должен писать так, как я вижу, так, как я думаю, и я пишу, а уж читатель должен читать так, как он может. Вы как-то сказали, что взрослее мы не становимся умнее. Вы сейчас так же думаете? Ну, просто мы должны говорить, что это не идет автоматически. То есть чем старше, тем ты умнее. Человек становится на самом деле умнее, но в том случае, если он открыт к получению и превратению новых знаний, если он ищет себя и ищет что-то новое, то в этом случае да. Но тем не менее мы встречаем в своей жизни много людей, которые уже в возрасте, но тем не менее которые далеко не умные. А каких больше в Норвегии людей, мыслящих людей в поисках смысла, ответа, или же людей, которые живут, потребителей, так сказать? Ну, я считаю, что люди, которые живут в тех странах, где экономически стабильная ситуация и политически стабильная ситуация, то там люди не видят вот эту необходимость в каких-то размышлениях. И тогда это все пропадает. Люди становятся такие более ленивыми и не задумываются о многих вещах. В то время как в странах, где есть различные кризисы, происходят экономического, политического характера, страны, которые живут постоянно в какой-то турбулентности, то там людям просто приходится, они вынуждены искать что-то новое, находить какие-то новые решения, читать и заниматься поиском. Да, герой вашего романа, Фонг, бывший премьер, он читал роман, он не обиделся? Ну, то, что читал он или нет, я, к сожалению, не знаю. А обиделся он или нет, то меня это абсолютно не волнует, потому что в свободном обществе это, знаете, как-то никого не интересует, что подумали другие о том, что написано и так далее. В свободном обществе все имеют право на выражение своих мыслей и того, о чем они думают. А почему вообще возникла такая идея, вот вывести премьер-министра в романе? Это потому, что... Ну, он сейчас уже не является премьер-министром, он является шефом НАТО, но до этого он долгое время занимал данный пост, и, на мой взгляд, он был несколько таким скучным политиком, так как никаких-то больших изменений не проводилось. И вот поэтому мне захотелось как-то описать его внутреннюю жизнь и сделать его, скажем так, действия более хаотичными. Вы взяли и придумали эту историю? Да. А вот сами вы следите за политикой, за сегодняшними событиями в мире, то, что происходит в стране и в мире? Вы участвуете вообще в общественной жизни? Конечно же, я слежу за политикой и очень часто участвую в различных политических дебатах, дискуссиях, но, тем не менее, для меня литература — это литература, а политика — это политика. Я разделяю эти два понятия. Очень немногим удается смешивать эти два понятия, соединять какое-то единство, но вот вашему нобелевскому писательнице Алексеевиче ей это все-таки удалось очень красиво и интеллигентно соединить в своей работе именно эти два понятия. А для вас существует понятие цензура, самоцензура, вот, табу на какие-то темы? Нет, но в то же время и да, потому что, наверное, есть такие ситуации, которые я хотел бы описать в своих книгах, но я этого не делаю или действую очень осторожно, потому что эти люди являются близкими для меня людьми, я не хочу портить или усложнять отношения с ними. Ну и также я очень осторожно подхожу к описанию различных отдельных религий, потому что я считаю, что они имеют очень слабую такую слабую политическую защиту, но в остальном я могу себе позволить писать то, о чем я хочу. А как приходят идеи или темы? Ну, честно говоря, я просто приучен, научился сохранять вот различные небольшие идеи, которые у меня возникают, и я постоянно все записываю, веду различные дневники. И на самом деле у меня с этим не возникает проблем, потому что, как правило, у меня есть гораздо больше идей, чем я могу реализовать их какие-то, так скажем, большие проекты. И идеи, они идут от людей, с которыми я общаюсь, смотрю, наблюдаю за ними, что они делают или не делают. Ну, и также некоторые идеи идут от меня самого, то, что я думаю, чувствую. Пишите ручкой или же пользуетесь уже? Ну, какие-то записи небольшие я делаю непосредственно ручкой, но, соответственно, уже пишу книги или сценарии к фильмам я пишу непосредственно на компьютере. Я недавно посмотрела ваш фильм, снятый по роману «Во власти женщины». Роман был написан, когда вам было 21 год, в 93-м году, а вот премьера в России у нас была в 2008 году, вот 15 лет прошло. Вы довольны экранизацией? Все-таки это разные вещи. Ну, этот фильм сделан режиссером, которого я уважаю, и не хотел бы ничего плохого о нем, о его творчестве. У меня у самого не было никакой потребности, чтобы по моим романам был снят какой-то фильм. Но что касается моего мнения о фильме, то я считаю, там недостаточно отражена тот юмор, та ирония, которая есть в книге. Герой, образ самого героя, он созвучен, каким вы его писали, описывали? Ну, что касается персонажа, то, честно говоря, я, когда пишу книги, я не вижу перед собой какого-то конкретного человека, и не вижу конкретный такой образ за персонажем. И поэтому тот, кто играет в данном фильме, для меня я это вполне принимаю. Мне кажется, очень такой милый, и юмора тоже там достаточно. Абсолютно. А вы хотели бы, чтобы и дальше ваши романы становились фильмами, ваши книги? Да, я думаю, что некоторые романы вполне достойны стать фильмами. Но единственное, что я хотел бы также участвовать в работе над сценарием, либо самому писать сценарий, либо работать совместно со сценаристом и иметь право говорить да или нет. А вы начали писать детские книги, вот истории про Курта, когда у вас появились свои дети? Нет, я начал писать истории о Курте и ещё одну детскую книгу за шесть или семь лет до того, как у меня у самого появились дети. А почему, что детям не доставят какой-то литературы, или какой литературы, на ваш взгляд, не хватает детям? Каких книг, о чём, каких историй? Ну, у меня постоянно много есть различных идей, идей о романах, о книгах, о фильмах, о детских книгах. И, честно говоря, я и не воспринимал никогда историю о Курте как детские истории, как детские книги. Но издательство сказало, нет, мы попробуем это преподнести именно в качестве детских книг. Ну, а что касается вообще в целом детской литературы, то я считаю, что детская литература в основной, большая часть, она такая слишком традиционная и скучная. И поэтому для меня было большой радостью писать именно детскую литературу, но другого характера. Вы говорили, что и вы из читающей семьи, и сейчас вы с детьми много читаете. А как приучить ребёнка к чтению? И как вы считаете? Я считаю, что здесь каким-то образом принуждать не имеет никакого смысла. И мне кажется, что здесь мы можем приучить только путём того, что мы сами будем показывать детям, что такое литература, что она может приносить удовольствие. То есть, если вы просто говорите ребёнку, что вот ты должен читать книги, при этом сами никогда не берёте книгу в руки, то я не думаю, что ваш ребёнок начнёт читать. А если ребёнок постоянно видит, что вы читаете, получаете от этого удовольствия, также читаете детям, проводите совместно время при чтении книг, вместе что-то обсуждаете, учитесь чему-то новому из книг, то именно вот такая среда, она и именно там любовь к литературе и появляется. У нас, например, всё время возникают дискуссии бумажный носитель или электронная книга. У вас также или вы уже нашли ответ? Я лезу много бюков, fortsатт, både в папир формат, но также в э-бюках, или электронские бюки. Ну, я, честно говоря, как читаю и электронные книги, так и на бумаге, и вполне спокойно отношусь и к тому, и к другому формату. И думаю, что в будущем эти два вида книг, они будут жить совместно на протяжении долгого времени. Но для меня более приятно, конечно, это всё-таки читать бумажную книгу, то есть и воспринимать книгу как некий объект, ощущать её запах, держать её в руках и так далее. Но, с другой стороны, электронные книги, это очень практично, когда ты загружаешь книгу, какую ты хочешь, буквально за две секунды, и это стоит очень дёшево, то есть очень практично. А Норвегия читающая страна? Ну, вообще считается, что норвежцы читающая нация, но, опять же, как это по сравнению с другими странами, я не могу этого сказать. Но, тем не менее, в Норвегии создано такое общество, где привлекается большое внимание книгам, очень многое пишется о книгах в средствах массовой информации, в различных газетах, издаются книги большим тиражом и так далее. Что касается подростков и молодёжи, читают ли они, и много ли они читают по сравнению с другими странами, то вот на этот вопрос затрудняюсь ответить. Когда вы написали свой первый роман, вы были готовы к славе? Вы готовы были, что ваши романы станут хитами? И вообще, вот успех и талант — это вещи закономерные? Что касается славы, то, конечно же, я к ней не был готов. Да, понятно, что это было в моих мечтах, но, тем не менее, я не думал, что мои книги будут популярны. Прием тут такую широкую популярность, что будут переведены на несколько языков и найдут своего читателя в различных странах. Потому что мои книги — это не какие-то детективы, потому что, как правило, детективы являются бестселлерами. Мои книги, они несколько такие особенные. Но, тем не менее, я очень благодарен, что так всё случилось, и благодарен своим читателям. Ну а по поводу вашего второго вопроса насчёт таланта и успеха, то, к сожалению, эти понятия не одинаковые. То есть мы можем встречать очень много книг низкого качества, но, тем не менее, по крайней мере, когда я их читаю, на мой взгляд, я не могу понять, почему они приобретают такую популярность. Мне кажется, это книги низкого качества. И также мы можем видеть обратную ситуацию, когда очень талантливые писатели делают качественный продукт, но который не пользуется популярностью у широкой публики. — А какие русские писатели вам близки? — Ну, если честно, то я не так много знаю современных российских писателей, но, конечно же, я знаком и читал, и читаю и сейчас российских, русских классиков. Это и Чехова, и Достоевского, и Толстого. Ну, в особенности, последнее время читаю много Толстого, ну и Достоевского тоже, но больше даю предпочтение Толстому сейчас, потому что меня очень сильно впечатляет, что насколько грандиозны его произведения, они все-таки все охватывающие, все объемлющие, и это впечатляет. — А вы знаете, что вас называют норвежским Гришковцом? Вы читали Евгения Гришковца, нашего современного писателя? Встречали с ним? — Я слышал, что это было сказано. — Ну, мы один раз встречались с ним, нас свели на одном фестивале литературном в Осло, и тогда я прочел несколько из его книг, но думаю, что это недостаточное количество, чтобы делать какую-то оценку, но вот одно из его произведений, которое вроде бы называется «Рыбашка», то вот оно мне понравилось, и я понял, там я тоже увидел вот тот юмор, и, наверное, понял немного, почему нас с ним сравнивают. — Я, конечно бы, может, еще бы массу вопросов вам задала, но, к сожалению, время и ваше время. А какой новый роман подарите своим читателям, поклонникам? — Уже два месяца назад была издана моя новая книга, по крайней мере, в Норвегии. Эта книга является неким продолжением романа Доплер, который был издан в 2004 году, и в данной книге описывается продолжение истории Доплера, а именно то, как он вернулся из леса непосредственно в семью, и вот описывается событие в связи с этим. Это такая несколько грустная, но в то же время смешная книга. — А конец оптимистический такой, радостный? — Ну, там не совсем все понятно, и жизнь Доплера развивается по такой спирали. Возможно, будет и оптимистичный конец, это все зависит от него самого. — Хорошо. Спасибо, и три коротких вопроса. Ваши хобби? — Три коротких спешмот. Дин хобби? — Кататься на велосипеде и немного играю на гитаре. — Сочиняете песни? — Нет, я просто наигрываю. — Ваша любимая фраза или изречение? — Ну, честно говоря, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, именно о любимых каких-то выражениях, но мне нравятся различные такие фразы, из которых уже старевшие 50-х годов, например, небо и море, но которые я очень не так на самом деле употребляю. — И вот следуя вашему главному герою, Naivна, супер, если бы вы составляли список, что я ценю, ну, хотя бы первые там, три-пять вещей? — Это самое важное для меня, что я ловит стабильное лицо, что я грелаю, что касается меня, то для меня очень важно, что я живу такой стабильной жизнью, важно, что у меня есть семья, которую я люблю и которая любит меня, нравится моя работа, мне нравится, что у меня есть возможность заниматься любимым делом, стабильным делом, также важно, что я здоров, и также то, что у меня есть свобода, особенно в отношении и во взаимосвязи с моей профессией. Спасибо вам, Эрланд, спасибо нашему переводчику Юле, которая нам помогала в общении. Приезжайте к нам почаще, мы будем ждать ваши новые романы и новые фильмы. В программе «Такие дела» был норвежский писатель, сценарист Эрланд Лу. «Я верю, что никто не должен быть один, что нужно быть с кем-нибудь вместе, с друзьями, с любимыми. Я верю, что главное это любовь. Я верю, что это самое главное», говорит герой книги «Эрланд Лу». Простая истина, особенно дорога, когда к ней приходишь самостоятельно. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова